Вы спрашиваете, почему российское телевидение так странно повело себя в ситуации с вот этой жуткой историей, связанной с убийством в Москве девочки, ее няней. Смотрите, если бы вот еще несколько лет назад случилась бы такая действительно жуткая история, то я думаю, что она бы немедленно стала предметом рассмотрения, скажем, целого ряда популярнейших программ, начиная от Малаховской, пусть говорят. А здесь вот как бы молчок, да? Ну вот прошла какая-то информация, что вроде бы вот случился какой-то инцидент, и дальше она особого развития не получила. Не получила, хотя сам по себе факт, ну просто беспрецедентный, когда вот 38-летняя уроженка Узбекистана, работавшая в Москве, няней, убивает свою подопечную 4-летнюю девочку, отрезав при этом ей голову, и потом с этой головой она ходит где-то там в районе метро, и ее даже не сразу задерживает. Так вот, почему российское телевидение, смакующее подробности и других не менее страшных историй, в данном случае вдруг промолчало, хотя именно об этой трагедии говорят почти все, по крайней мере в Москве. Вопрос, с одной стороны, ну вот кажется простым, а с другой стороны, как бы и сложным, потому что он... Потому что он требует, как бы, объяснения вообще ситуации, которая сейчас происходит в информационном пространстве России. Вот даже пресс-секретарь Путина Песков, он, разъясняя, как бы, вот этот прецедент молчания, сказал, что в данном случае никакого давления на телеканалы не было, просто сами руководители телеканалов, как бы, ну, решили, решили поберечь, что ли, нервы телезрителей и не предавать этой истории особой огласки. По его словам, слишком все чудовищно, чтобы это показывать по телевизору. Хотя мы помним, что вот несколько недель тому, скажем, российское телевидение раздуло не менее чудовищную историю, связанную, там, как вы помните, с изнасилованием девочки из русскоязычной семьи в Германии, которую, как бы, изнасиловали мигранты. И эта ситуация уже дошла до такого предела, что даже министр иностранных дел Лавров, он высказывался на эту тему, и пыл российской пропаганды остановило потом только сообщение, сообщение официальных властей Германии, что на самом деле никого изнасилования не было, и там была совершенно другая ситуация. То есть, там была информация высосанная с пальца, информация непроверенная, которую раздули, а здесь реальный случай, который постарались умолчать. В общем-то, понимаете, что происходит, что российская пропаганда, инструментом которой является, скажем, одним из важнейших инструментов которой является телевидение, а просто на роде зомбоящик, они пытаются доказать, что вот все, что происходит на Западе, это плохо, а все, что происходит у нас, это хорошо. И даже на фоне, и даже то, что на фоне вот этого хорошо иногда происходят какие-то жуткие вещи, их, ну, пытаются, ну, как-то замять, скрыть, показать в несколько ином свете, а если уже это, ну, не удается, не удается как-то закрыть эту тему, то вот постараться какими-то другими методами ее завуалировать, скажем. Если мы будем, если мы будем, скажем, докапываться до корней этой ситуации, то, конечно, можно понять, что власти боятся неких массовых, условных, националистических, в том числе, если говорить о данной ситуации, выступлений. Выступлений, потому что на фоне, на фоне вот этой, как бы, путинской стабильности, стабильности власти чувствуется опасность именно в этом. Если вот весь свой пыл пропаганда направляла на то, чтобы, чтобы заклеймить Европу, заклеймить Европу на фоне наплыва вот этих мигрантов, мигрантов, то в России ведь ситуация тоже, скажем так, не лучше, не лучше с этим делом. И она накапливается уже многие годы. Я имею в виду, прежде всего, мигрантов из республик бывшего Советского Союза, которые сейчас, в том числе, из Средней Азии, из Кавказа, которые наводнили сейчас, в том числе, и большие города. Если мы понимаем, что вот некая семья нашла, ну, даже на должность няни вынуждена была нанять женщину, которая приехала туда из Узбекистана, то мы можем себе представить данный рынок труда, по крайней мере, в статусе. Ставка власти сейчас на то, чтобы до выборов в сентябре 2016 года никаких массовых выступлений, вообще никаких таких заметных, негативных событий, которые бы повлияли на так называемую стабильность, не происходило. Поэтому и на девочки все готовы были закрыть глаза, и о том, что общество нуждается в информации об этом, и имеет право на эту информацию. Тоже телевидение проводило, так сказать, многолетнюю кампанию по взращиванию этой ненависти, ксенофобии. А это оказалось неконтролируемой вещью. Неконтролируемой вещью. Понимаете? В последнее время, вот, это даже было направлено против Украины и украинцев. Но власть, видимо, не до конца поняла, что рано или поздно эта ситуация действительно выходит из-под комитета. Ну, я думаю, что в связи с этим вот можно напомнить и события вокруг шахты Северной в Иркуте, где тоже, собственно говоря, ну, как-то вот эта ситуация, она освещалась, на мой взгляд, ну, не очень, скажем так, активно. Посмотрите, вот у меня есть возможность сравнивать. Где-то примерно в одно и то же время в Киеве произошло обрушение там старого здания, где работали строители, и там, ну, погибло 4 строителя. 4 строителя я вот сравниваю, как освещали вот это событие украинские телеканалы и как освещали трагедию на шахте Северной, которая по масштабам, естественно, уже на несколько порядков превосходила киевские события. Как и освещало российское телевидение. Это, понимаете, небо и земля. Здесь, где судьба была связана, там, ну, по-моему, этих киевских строителей, там было, кажется, там 7 или 8 человек всего. Вот 4 из них погибли. То с этой ситуации фактически начинались на всех телеканалах, с этой ситуации начинались все новости. На российских же телеканалах вот такие трагические события, как на шахте Северной, они даже не во всех выпусках новостей даже занимали, там, скажем, ну, первые ступеньки по хронологии показа. То есть, как-то старались все-таки это событие отодвинуть, но работает эта схема. Я вам тоже могу рассказать. Вот мой коллега, с которым мы когда-то учились в университете, он еще с времен Советского Союза работает в системе, так сказать, информационного обеспечения деятельности МЧС в России. И вот он мне рассказывал, как в таких случаях они поступают, как говорят, на информационном фронте. Вот, скажем, происходит какая-то авария, какая-то авария, вот, схожая с той, которая сейчас произошла на шахте Северной в Иркуте. Ну, и, скажем, там сразу погибает 30 человек погибает, 30 раненых, и судьба еще 30, скажем, неизвестна. Что происходит при этом на информационном пространстве, да? Они сразу говорят, что погибло 10 человек. 50 человек там находятся в больнице, и судьба еще 30 неизвестна. Вот это первичная, как бы, информация. Потом, потом, на следующий день объявляют, что в больнице там умерли, умерло еще несколько человек. Дальше, опять-таки, судьба тех 30 остается неизвестной, работают доблестные спасатели и так далее. Притом, что еще, вот он говорил, что еще при этом делается. Раненых отправляют в разные больницы, больницы города, притом не только по объективным причинам. Не только по объективным причинам, что, мол, больницы там не могут принять, одна больница не может принять такое количество раненых. А и потому, что потом же очень трудно будет свести эту статистику. Ее можно трактовать по-другому, трактовать, так сказать, по-разному. Притом еще, как правило, несколько человек, там, скажем, особо тяжело больных, отправляют еще в другой город, опять-таки, под благородным мотивом, что эти люди будут там лечиться в лучших клиниках Москвы или Питера. Но, опять-таки, это делается не только для того, чтобы спасти жизнь людей. Это делается и для того, чтобы опять, ну, так сказать, грубо говоря, замутить вот эту всю статистику. Интересно. Вот, и опять, точно так же получилось и на шахте Северной, что первых погибших хоронят, так сказать, уже буквально на следующий день. Вот, и в Иркуте так было, объявили день траура, и на следующий день похороны, там, кажется, 4 или 5 погибших. Да, для того, чтобы вот эти, как бы, возмущения, возмущения людей, оно всегда присутствует, чтобы вот оно схлынуло буквально на второй-третий день на фоне похоронов вот этих нескольких 5 человек. Потому что, вы же понимаете, одно дело, когда хоронят 5 человек, и другое дело, когда одновременно хоронят там 30 человек или 40 человек. Ну, а потом дальше вот уже известный алгоритм там. На третий день они там говорят, что по уточненным данным там погибло, оказывается, там не 10 человек, там, а 12, что еще кто-то там умер в больнице, что из шахты там извлекли еще там два трупа погибших шахтеров, хотя, хотя, вот тоже товарищ мне рассказывал, там первоначально уже известно, что вот среди тех 30, которые, скажем, остались в шахте, остались в шахте, но я повторяю, что в данном случае я все это говорю условно, которые остались в шахте, там все понимают, что уже буквально на следующий день там никакой надежды нет, что они все погибли. Но опять-таки вот эту ситуацию стараются во времени развести так, для того, чтобы смягчить вот этот первоначальный удар. И потом эта бодяга тянется там еще там месяц или два, там добавляют, уточняют, там, и когда через полгода, там, или через год уже будут обнародованы, как бы, там, результаты следствия, и даже если скажут, что действительно там погибло 50, 60 или 70 человек, 70 человек, то, ну, эта информация уже, понимаете, мало кого будет интересовать, и тем более мало кого будет возмущать.